Демо-версия игры Ниох Демо-версия Демо-версия игры Ниох Что это значит? Нихрена непонятно. Где слова английские, а где название японские? Нахрен я вообще читаю этот текст? Кого я пытаюсь обмануть? Так, мы видим Геральта. Отлично, все хорошо. Помолодел чертяка. И что, с этого игра начинается? Тут какой-то рыбак утонул, и мы видим, видимо, его душу. Не, ну, сходство с Ведьмаком, конечно, тянет на пару судебных исков. Особенно сзади. А там видно подранные паруса черной жемчужины. Видимо, где-то здесь Джек Воробей, простите, капитан Джек Воробей. Ну, традиционно по-японски все тут светится, блин, все сверкает. Господи, отвратительная чувствительность стиков просто. Блядь, что за кнопку они хотят, чтобы я нажал? Это кнопка... Сенсор. Окей. Майл-випом. Моя хотесь оба... О, ничего себе, блядь. Что это такое? Обалдеть. Это говорят, что... Кто-то решил, что это закос под ДС, но на самом деле ничего тут ДС не пахнет, судя по управлению. Давайте поаплодируем. Давайте поаплодируем разработчикам этой игры. Хлоп-хлоп-хлоп. Молодцы. А, что дальше? Search. На самом деле, игру с настолько вот этой вот чувствительностью камеры, с вот этими движениями, вот такими, я, наверное, никогда не куплю, потому что это жесть какая-то. Еще по... Ну, заметно, да, что игра не планирует, видимо, охватывать какой-то другой рынок, кроме азиатского. Значит, тут, видимо, нам предлагают выучить... Изменить дух, охранный дух леса, приготовившаяся к брачному периоду, ну, задравшая жопу. Level up. У самурая подрос, биться. О, боже. Body. Bodybuilding хочу. Нет, рано, видимо, рано. Я еще не заработал. Меч поточить. И заодно экипируем, экипируем эту катану. Что еще? Лук. Лука у меня нет. Все хорошо, все понятно. Ничего на самом деле не понятно. Так, у меня есть меч. У меня есть целых два удара на квадрат и на треугольник, но в Dark Souls'е поначалу и этого не было. И вот мы видим красные мечи. Ой, здесь есть рывочек. Смотрите, боевка пошла. Захвативаем цель, протыкаем этого засранца, рубим-рубим. Естественно, в свете того, что на днях я только закончил проходить Dark Souls 3, все это выглядит просто какой-то дикостью. Ёптвой! Ну что ж, это была славная смерть, достойная самурая. Я коснулся красного меча, видимо, ни в коем случае не стоило этого делать. Мне просто надрали задницу, неслыханно надрали задницу, просто порвали, порвали туземца, я бы сказал, не побоюсь этого японского слова. Слышишь, моя катана длинней твоей даже втрое сложена. Ты, сын безродного Ронина, как ты смеешь нападать на благородного господина, вот. Красочное добивание, это именно то, чего не хватало этой игре. Лут, вот так, вот так красочно и сочно лутается в этой игре труп. Я не знаю, зачем, зачем анимация для спецэффекта, зачем это нужно? Грейв, моя могила, моя могила это огненная леса, вот мы, ага. А вот и злобный дух. Такого же точно Геральта, как и я. Только он меня убивает с двух ударов, я вообще не понимаю, на какой хер здесь эти мечи разложены, их ровно пять штук. Я думаю, что к какому ни подойди, везде выскакивает злобный дух из могилы, да. Раз он из могилы, то он сам от кого-то опиздюлился, непонятно от кого. Но меня он просто укатывает, я ничего не могу. Я прошел Дарк Соус, но я не могу убить второго моба в этой игре. А этот-то самурайчик, я смотрю, мародерством не брезгует. Когда я подхожу издалека, видно, что он обшаривает там карманы, карманы кимоно этого поверженного воина. Так, ну вот видим, да, костяшки. Боди, Грейв, Блади, Кровавая могила. А здесь что, тоже? Калибурнос какой-то первого левела здесь подох. Я думаю, что не стоит пока, видимо, лапать эти могилы. А здесь вообще, смотрите, седьмого левела. Рики-тики-тафи помер здесь. Это что, онлайновая какая-то херня, что ли? То есть я вот это вот людей призываю, да дигити, ну да дигити вряд ли. Калибурнос. Ну не знаю, не знаю, не знаю, чуваки, что это такое, но лучше это не трогать. И вон еще две могилы. Интересно, а кто мог замочить здесь настолько сильных воинов? Если они меня с двух ударов уваливают, они должны мобов просто разрывать тут. Так, а мне... Японцы не умеют плавать, кстати говоря. Судя по тому, что мой герой пошел на дно просто со скоростью, блядь, кирпича, брошенного в засунную лужу. Это какая-то жесть. Вот эти кнопки, которые шифты, да, которые триггеры, они, сука, не работают, блядь. Вообще, L2 ничего не делает, R2 ничего не делает, R1 ничего не делает, только L1 ставит блок. L1. Значит, кувырочек, он же рывок, значит, учитывается на X. Это и спринг одновременно. Ахиллесово-пита у моего самурая находится под мышкой, именно поэтому он сейчас скопытился с первого удара. Этот дух лисы, я хочу сказать, меня вообще ничего не защищает. Я, по-моему, выхватываю просто космических триндюлей на... Не знаю, что с этим делать. Видимо, этот самурай тоже в поединках со мной взматерел и научился орудовать своей викидзашей. Ага, вот и голова с плеч слетела с ровненьким надрезом. Нет, вообще в этой игре есть определенный шарм, но над ней надо поработать, потому что... Потому что вообще ни хрена непонятно, что тут происходит. Чьи-то могилы. Остается ли от меня крест тоже такой самурайский. Вот какой-то бандос тут стоит на стреме. Опа-на, отлично. Еще один удар в спину, выбил из меня еще полтора косаря здоровья разом. Да, конечно, колуном по горбам неприятно, но что поделать. Еще раунд. Я абсолютно нихера не понимаю. Если я впервые играю в Dark Souls, понял практически все, наверное, кроме точного управления, то смысл здешней боевки от меня пока за гранью. Вот кувырочек, смотрите. Кувырок и рывок уносят героя настолько далеко, что... Атаку проводить после этого уклонения уже просто невозможно. А, я налутал ботиночки. Давайте посмотрим, где их тут экипироваться. Ботинки 11-го левела. Это сандальки, блядь, 11-го левела, но я уже могу их одеть. Я не знаю, дают ли они больше брони. Они дают минус 2 дамага, но что-то я не видел, чтобы мой герой вмесил ногами, и крутил вертушки в боях, а он нихрена этого не делает. Юка и тыпендроп рейд. Вот это, наверное, классные статы, надо одевать. Так, штаны у меня одни. Вот этого у меня вообще нету. Это рубашечка, распашоночка и наголовника нет. Милитарийское оружие 2 у меня тоже нету. Мне нужна вторая катана, из кого бы мне ее вытряхнуть. Ладно, к тем двум чувачкам тоже, походу, лучше не лезть. Что вообще здесь есть в этой локации, кроме жопы на дираловке? А, я молчу с того, что эта демка начинается отнюдь не с обучения, да? Вообще, если в Dark Souls обучение проходит методом чтения каких-то наскальных надписей, оставленное то ли компьютером, то ли другим сердобольным. А, ничего себе. Тут одновременные нажатия кнопок канают. Это просто обычный удар, нету тут одновременных нажатий кнопок. Это и было обучение. Вам говорят, ставьте блока, а когда видите моменты удара, тогда вы... Когда самурай выдыхается, он стоит и дышит. Даже в Dark Souls не так все жестко. Ну так вот, обучение здесь проходит методом обучения супергероя из фильма особо опасен. Вас просто бьют. Вас раз за разом бьют и унижают. Суд на вашу могилу. И дух самурая от этого у вас только закаляется, судя по всему. Потому что я ни хера не понимаю, что происходит. Но надо рассчитывать свою стамину очень точно здесь. Нет стамины, нету... Нету... Нету жизни. Вот я ловко-ловко отпрыгнул. Просто поверьте, что это на голову сложнее, чем Dark Souls. Блять, это просто я не... Dark Souls по сравнению с этим, это детская развивающая игра для детей, отстающих в развитии. Я серьезно. Dark Souls по сравнению с этой херней, это просто крестики-нолики. Это просто невообразимое говно. Что происходит? Серьезно? Серьезно? Эта игра никогда не найдет своих фанатов. Мне кажется, что... Российская культура максимально далека от вот этого азиатского колорита. Нам приезжих-то узбеков не понять, а уж вот эту далекую Японию с их вот этой вот традицией битвы на острющих самурайских мечах, при этом одевшись практически в одни трусы, да? То есть, почему они, блять, не носят доспехи какие-то? Нет, когда самурай одевает доспехи, он одевает какой-то бамбуковый наряд на себя, но что-то по фильму с Томом Крузом «Последний самурай» я не заметил, чтобы этот бамбук им сильно помогал, тем более, что грамотная катана от Хатори Ханза рубит такие вещи просто сходу. Отлично, мы еще тут не залутали. Так, туда тоже лучше не спускаться. Два моба. Здесь не одолеть двух врагов, напавших на вас разом. Вот в чем проблема. Может быть, если я спрыгну сверху? Нет, ударов падения здесь нет. Так, 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 приловчился. Таргет автоматически не перепрыгнул на вторую цель. Эти обычные разбойники, они не самураи, они должны просто вставать на колени и целовать мой меч. Целовать мой меч и все, что я подставлю, в общем-то. О, Бизенден Тачи. Тачи написано на этом мече. Видимо, он тупой, его надо затачивать. А это что? А это жесты, как в Дарк Соулсе. Типа, типа жест такой. Да хули, ёб твою мать! А это что? О, ёбаный стыдиара, бля. О, нифига ты свистнул. Ты что? Эй, такси! Без комментариев я вообще не знаю, что он показывает. Да, но его рот открыт и готов, собственно, для того, чтобы сосать просто. Пойдёмте в шахматы, дрюкно. Коротенький малей... Ой, не-не-не-не, сори. Понятно. Закрой это говно, чтобы я его не видел. Так, мне надо вторую катану. Видите, вот этот бандзен у тигана, у чигана, она вот острая, а вот это тачи. То есть, вот это, видите, тут написано тачи, хочешь дамажить, тачи. Тачи его. Так, ну теперь у меня два меча. Добавилось ли у меня каких-то кнопок? Нет. У меня два меча, но бьёт герой. А вот это он... Ооо! Вот это он вытащил, вытащил пехотный меч. Нет, пехотный меч. Это, ну, это тачи. Что мы знаем вообще о японских мечах? О том, что у них есть вакидзаши, о том, что у них есть катана. Есть ещё какой-то, ну, просто ядрический очень длинный самурайский меч. Он называется пехотный меч. И какой-то имеет длинное японское название. Им был вооружён сэр-алон в DLC-шке до второго Дарк Соулса. Я почему-то подумал, что этот меч выдуман, потому что я нигде ни в одном фильме такого не видел. Но потом мне кинули ссылку, что да, действительно, это японский пехотный меч. И он имеет место быть, существовать. Видимо, эта игра познакомит нас с японским оружием как следует, судя по всему. Я надеюсь, что здесь будут вот эти знаменитые японские алибарды, которые, ну, как алибарды, только японцы с ними скачут, как, я не знаю, вот наши стрельцы, отечественные царские, так с алибардой-то не скакали, в общем-то, как япошки. Так, у них она на таком, на длинном древке, я не знаю, как она называется. Тут опять японцы с кем-то разговаривают, их почему-то всё время подвое. На каждом шагу просто трупы, трупы, трупы. Iron to fist, to fist. Ну, это понятно, это трупы игроков, только я не понимаю, почему, прикоснувшись к их могиле, я огребаю. Я-то им вообще ничего не сделал, почему я должен выхватывать звездюлей? Так. Я думаю, что имеет смысл обходить такие места, где врагов, где врагов больше одного, а они имеют численное превосходство, надо мной и успешно его реализуют. Блядь, чтобы кнопка сработала, надо её подержать, это пипец как неудобно. Скоростной спуск есть, отлично. Сразу видно, что главный герой служил на подводной лодке, мне кажется, что именно морячки так спускаются. По лесенкам, по всяким разным. Ещё какой-то лут у воин настоящего. You know me, give me machine. Блуди Грейв, смотрите, труп второго левела. Я открыл короткий путь и теперь могу позволить себе подраться с призраком. Смотрите, как он похож на главного героя. Так, начинать атаку лучше треугольником, я так понимаю, это выпад. Да я смотрю, Хатори Ханза тебе лично меч вручал, да? Ум и Турман на тебя не хватает, чувак. Ну, один удар, один удар, не подведи меня. Честь самурая, да, я его нагнул. Выбил с него очко. Смотри, здесь написано очко, 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 очочка с него выбил, выбил. Ну, очочка это мощный лут, стоит забрать. Что ещё тут можно сделать? Я не выбил каску, я не выбил рубашку. Я почему-то выбиваю, блядь, одни сандалии из них. Просто они передо мной на перегонке из сапог выпрыгивают. Видимо, у моего героя настолько богатырские удары, что он просто сносит их к чёртовой матери. Так, а я так понимаю, что по аналогии с Дарк Соулсом, вот это заменяет костёр. И сейчас, по идее, оно должно восстановить мне здоровье. А также оно должно восстановить моих врагов, да, действительно. И у каждой из вот этих хреновин можно что-то прокачивать, что-то апгрейдить. Но без перевода понять, что это вообще, я думаю, что сейчас, пожалуй, что невозможно. Действительно, по-настоящему отстойный кувырок в этой игре. Он вот реально после спринта или после рывка только делается. Вы не можете сделать кувырок с места. Прыжка здесь нету вообще. Опа-на. Труп какого-то индуса в челме встал у меня на пути. Как смеешь ты вставать на пути голубоглазого дракона? Вот, я с него выбил наконец-то броню себе, какую-то бронюшку. И меч. Бензин-чин-бин какой-то. Главный герой закинулся с уши, и это его похиляло, как мило. Вот. Да, я выбил себе куртку скаута. Отлично. Она очень хорошо на мне смотрится. И где мой меч? Бензин-ден-точи. Тоже надо точить. Но у него атака 61, значит он лучше, чем мое тряпье. Так, все-таки, а что вот это, блядь, такое? Что это такое? Грэппл, активки какие-то. Холд LR1 и 0. Ну давайте посмотрим. LR1 походу какие-то атаки все-таки делает. Да, это дает мне понтово высовывать свой меч и засовывать его обратно. Боже мой, какая полезная штука. Видимо здесь будут какие-то ударные перки, которые можно прокачивать. Но сейчас у меня их просто нету. Поэтому мой герой ничего не умеет. Но, видимо, он станет сильнее. Вот мы видим нежить из Анорландо, которая сейчас, видимо, хотела меня трахнуть. Но вместо этого ее вырвало мне в рот. Я, я, блядь, я понимаю, что поедая суши герой лечится. Но я зачастую не успеваю этого делать. Потому что я дохну просто примерно с трех ударов. Даже в своей новой модной куртке я просто дохну. Я не помню, выпускал ли Dark Souls демки. Поэтому затрудняюсь сказать, были ли они настолько же ужасны, как эта игра. Я вообще просто, это даже, это даже хуже, чем Bloodborne. Хуже Bloodborne я еще утром был уверен, что быть ничего не может. Но нет, эта игра просто расширила горизонты. Давайте просто, я просто рашный посмотрю, что там впереди есть интересного. Здесь есть лес, разбойники, самураи, зомби-трупы. О, самурай в шапка. А, это лучник самурай. Естественно, у него косые выстрелы. Обратите внимание на довольно паршивые здесь локации. Надо сказать, что просто говно. Они вообще не интересны. Это просто коридор какой-то среди скал. Что тут делать? Куда идти? Ну, наверное, вниз. Тут мы видим лут, который можно... О, паровоз мобов. Я собрал целый парик. К сожалению, я играю один, мне не на кого его сбросить. По старой доброй линейковской традиции. Да, ребята, эта игра просто жесть. А, у меня есть одни вопросы. В голове одни вопросы и ни одного ответа. Что за песня, не помню, но строчка приелась. Так, и что? Что еще можно здесь посмотреть? Да, в принципе, наверное, больше, что и смотреть, что здесь. Пока и не на что. А то, что я вижу, уже не вызывает у меня никакого желания, как бы. Ну, честно сказать, мне не очень интересно вся эта азиатская лабуда. Вся эта их, блядь, все их кодексы чести. Вся их вот эта романтика и мифология и лирика. Я ее вообще не понимаю. Я смотрю... Я смотрю японские всякие вот эти фильмы, типа Дом летающих кинжалов. И прочие две тысячи фильмов, названия которых просто хер запомнишь. Но в основном там упоминаются какой-либо дракон, скорее всего. И я понимаю, что, во-первых, я путаю актеров постоянно, да? Потому что на лицо они все одинаковые. Во-вторых, я вообще не понимаю морали этих басен, которые они... О, вот копье. То есть там битва у Красной Скалы. Вы смотрели когда-нибудь фильм? Вот посмотрите просто. Я вам... Это даже не спойлер. Я просто финальную фразу третьей части этой мощнейшей франшизы вам скажу, что предводитель, блядь, какого-то там грандиозного 100-тысячного войска сказал, что никогда бы не подумал, что меня победит кружка чая. Ради этого я, блядь, смотрел три фильма. Я хорошо, кстати, знаю маму режиссера после этого. Хорошая женщина. Опа, опа. А уж там все эти сёугуны, ронины, это, блядь, для меня настолько просто дикая хренотень. Особенно Киану Ривз, когда там играет кого-то из них. Это... Киану Ривз решил на старости лес подчеркивать свою, как бы, вот эту кровное родство с Азией. Хотя, по-моему, он до этого играл в основном американцев. Всяких ФБРовцев американских крутых, избранных там из Матрицы. А тут вдруг, смотрите, в Самурай подался, обалдеть. То он там какой-то каратист крутой в тупорылом фильме, блядь, про единоборство. То он ронин какой-то там. О чём я вообще? Я должен об игре рассказывать. Ну, давайте, может быть, как в Аномаз графику заценим. Ну, графон такой, конечно, ну, видно, что... Да не, нормальный графон. В принципе, глаз не режет. Но здесь нету каких-то сочных, красочных картин. Вот я говорю, что вся игра это, блядь, бег между этих скал, которые нарисованы просто как окаменевшая какашка. Какой-то, блядь, подзаборной собаки, увеличенная, блин, в 10 раз. Серьёзно. Эти камни, они... Скалы так не выглядят, по-моему. На меня какой-то мёртвый шахтёр нападает. Я его даже победить не могу, потому что он ползает. Смотрите, у него техника жабы. Я не могу ударить по нему, потому что он ползает. Мой герой машет у него над головой. У него нету вертикального удара. Вот про тычок он тоже, может, коленом бы его убил. Нихера узнает. Жизни с меня просто улетают кучами. Вот это вообще здесь засада, конечно, мощная. Их тут трое. Опять, опять меня... Ооо. По-моему, он мне вырвал золотые коронки только что. Закидываемся суши. Суши, по традиции, из Дарк Соулса лечит только половиночку. Так, вот здесь можно удачно рашнуть. Улутаем труп чей-то. Главное, обратите внимание на систему лута тупорылую. Вы сначала подходите к душе, из нее выстреливают огни. Только потом с пола, опять-таки с пола, вы подбираете лут. Интересно, какие-нибудь самураи мне вообще будут помогать или что? Меня тут вообще никто не любит. А, я пришел в начало игры. Вот так вот круг почета сделал. За мной бежит, по-моему, целое войско какого-то японского императора. Самое время прыгнуть в свою лодку и уплыть обратно, ведьмачить в параллельный мир. Потому что это просто жесть. Самое настоящее. Ни хрена, ничего, ничего не понял. А за мной уже бегает толпа разъяренных мужиков. Ага, они где-то потерялись, значит, на их позиции их нету. И теперь я смогу просто пробежать. Можно включить вторую передачу подъема по лестнице. Так, где я бежал? Вот здесь. Они просто телепортировались назад на свои позиции. Гениально сделанная игра. Мы можем повторить этот забег еще раз. Там, кстати, лисичка какая-то лежала. Не знаю, что она значит. Вот здесь был алтарек, по-моему, нет? Но не судьба мне около него отдохнуть, подумать о лирике и жизни. Потому что армия династии Минь меня настигла и убила в спину. Знаете, я думаю, что нет смысла продолжать смотреть эту демку. По-моему, это... Я не буду, как бы, ну, судить по игре о демке слишком сурово нельзя. Но то, что я вижу сейчас, это ужасно. Это абсолютно ужаснейший геймплей. Те, кто говорили, что геймплей Dark Souls и говно, вот вы вот в это поиграйте. Чтобы вы хотя бы знали... Чтобы у вас хотя бы было мерило, мерило говна. Потому что от чего-то как бы надо отталкиваться, да? Вот, то есть должна быть абсолютно деговенная игра какая-то, чтобы вы оценивали остальные игры такого жанра. Жанра слэшер, RPG. А я думаю, что эта игра и позиционирует себя, и как слэшер, и как RPG, и как гринделка одновременно. И я думаю, что это просто новое днище этого жанра. Это просто ужасно. Это, блядь, ни на секунду неинтересно. Как неинтересные поединки, так и неинтересно, что вообще тут происходит. Даже Risen 3 интересней начинался. Ну, это демка, ну, я не знаю. Чувак просто, блядь, приплыл на лодке, высадился с корабля, и начались какие-то абсолютно дикие... Знаете, была очень на PlayStation, по-моему, втором или первом, была очень-очень старая игра под названием Souls of Samurai. Душа самурая, короче, называлась. Вот там и то была боевка лучше, чем здесь. Вот это вот то, что я сейчас вижу, где нету критических ударов каких-то. Где просто цифры какие-то отлетают, абсолютно непонятно. Зачем-то можно какие-то, блядь, могилы убивать. У чувака там было... Нет, кстати, возможно, что на Xbox 360 ему можно в это поиграть. Потому что сейчас в нике у этого человека что-то было про Xbox. Да, я просто вообще нихрена... Ладно, в принципе, о чем тут вообще можно говорить? Абсолютно непонятная какая-то нелепая хренота происходит. Я думаю, что в российском сегменте даже самые-самые жадные летсплейщики, такие как... Ладно. Такие как все топовые. Они очень жадные. Они в любое говно будут играть, лишь бы я капало. Я думаю, что в это не будут играть даже они... Даже они в это не будут играть. И это будет очень показательно на самом деле. Нужен ли PlayStation такой эксклюзив, интересно. Я думаю, что нет. Вот, лисичка, это моя могила. Я не... Интересно, почему эта игра вообще эксклюзив? Почему ее на ПК не выпустили? Потому что, видимо, в Японии все играют исключительно на консолях. И им там нахрен ПК не вперлась. А эта игра, я еще раз повторюсь, видимо, другие рынки, да, кроме азиатских, охватывать не собирается. Ну, звезд с неба она точно не хватает, да и не схватит. Потому что, ну, я вижу Ведьмака, но этот геймплей, это уже не Ведьмак, но еще и не Dark Souls. Это что-то супер галимое. Что-то не то, что между ними. Это, ага, вот, прокачка. Ну, понятно, то есть, они хотят, чтобы я после каждого моба сейчас возвращался к вот этому алтарю. Ну, да даже если здесь и будут какие-то... Какие-то возможности, скиллы, удары, перки. Я не знаю, что... Для чего оно... Блядь, он меня просто одним ударом... Поверг. Еще одно говно прилетело. Нет, бы за меня вписался, ёпта. Видимо, честь самурая не обязывает их защищать слабого. Блядь, он просто сделал движение у лута и это его полечило. Да, не пробивает блоки, не пробивает... Не знаю, чуваки, вот... Бывают такие игры, в которых даже разбираться не хочется. Ну, согласитесь, что бывает, бывает. Ты включаешь игру такой, на нее смотришь, и сразу у тебя к ней какая-то неприязнь. Ты такой... Да ну ее нахрен! Ну, Dark Souls 1, честно, была одной из таких игр, в которой не очень-то поначалу хотелось разбираться. Пришлось себя пересиливать. Да, но здесь... Сам окружающий мир не располагает к тому, чтобы я в эту игру играл. Серьезно. Здесь все какое-то, блядь... Все какое-то чуждое. Все вот мне не нравится прям. Вот если я сел играть в Ведьмака, зашел в первую попавшуюся избу, проникся русским славянским духом каким-то сразу, просто от резьбы по дереву, в которой там стены раскрашены, и сел и прошел игру, то здесь я вот это все вижу и просто, я не знаю... Может, каким-то безумным фанатам азиатской тематики ей понравится сей шедевр, но... Сырая анимация, боевка, ну и опять же говорю, что если здесь появятся какие-то приемы со временем, можно будет выучить. А тут написано, да, что какая-то комбинация клавиш все-таки есть, хоть она и делает единственное действие, она засовывает меч обратно в ножны. Ну, руку можно у чувака отрубить, это, в принципе, да, это прикольно. Потому что, ну, в Дарк Соулсе ты хрен кого разрубишь. Вообще, зачем уходить куда-то с этого пляжа, если можно просто без конца открывать эти могилы и получать пиздюлей от этих духов? Видимо, дух этих игроков дерется куда сильнее, чем сами игроки, которые здесь же и сдохли. Блядь, он мне даже встать не дает. Кувырок здесь никак в Дарк Соулсе, он здесь не ультимативен. А вот у меня еще и пушка сломалась. Да, блядь, он просто меня нахуй затыкивает этим говном. Мне интересно посмотреть, какие отзывы получит эта игра. Ну, понятно, что от Логвинова она получит 10 из 10, скорее всего. Но интересно отмене отбитых изданий, мнение отбитых обзорщиков, что она получит, на что она вообще... Какого хрена я вообще 22... Я, блядь, даже с пляжа не могу уйти в ебаной демо-версии игры, я не могу уйти с этого ссаного пляжа. Если понимаете, что... Да, игра может быть сложной, как Дарк Соулс, но она должна и затягивать, как Дарк Соулс, быть интересной, как Дарк Соулс. Заметьте, что Дарк Соулс всегда очень быстро, максимально в начале игры, максимально близко к началу вываливает босса. То есть ты сразу встречаешь босса, ты понимаешь, что тебя ждет в этой игре. Здесь я пока нихуя не видел, кроме душ, вот этих убитых, блядь, голожопых пиратов и каких-то вонючих зомбарей. И я не могу вообще пройти никуда, здесь абсолютно нету никакущей затравки. Да ну ее нахуй. Да, блядь, демка... Короче, либо демка говнища, либо вся игра говнища. Такое чувство, что я, блядь, игрока призываю, но почему-то эти игроки действуют слишком однотипно, они не юзают кувырок. Я думаю, что все-таки это бот. В общем, короче говоря, я уверен, что эта игра будет стоить 4 косаря, так как эта консольщина, да, и, блядь, за вот это я 4 косаря не отдам в жизни. Я даже, блядь, 3 волоска из-за лупы за нее не отдам. Настолько это все галимо смотрится. Я еще ни разу... Ну, консоль у меня не так давно, я ничего более отвратительного на этой консоли не видел. Мне кажется, эта игра должна, блядь, в разделе инди продаваться бесплатно, блядь. Или как максимум по цене вьетнамской проститутки, то есть за пару долларов. Вот. А будет она стоить, ну, видимо, как консольный эксклюзив и должен. В общем, пишите, что думаете, я не знаю, если вообще, блядь, досюда досмотрели, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, и все такое. Но, по-моему, это говно.